Недавнее скандальное высказывание Джо Байдена в адрес Владимира Путина наделало много шума. Американский президент в нарушении всех мыслимых норм дипломатического этикета публично назвал российского коллегу убийцей. Что это было? Проявление активно развивающегося старческого маразма, тонкая политическая игра на внутриамериканскую аудиторию или же послание российским элитам. Попробуем вместе спокойно разобраться. Деменция. О том, что у 78-летнего представителя Демократической партии США могут быть не все дома, говорится уже давно, и не только в России. Избранный американский президент не первый год поражает аудиторию постоянными оговорками и странными высказываниями. Неоднократно замечено, как пожилой политик засыпал прямо на важных официальных мероприятиях. Его оппонент, по президентской кампании Дональд Трамп, даже придумал ему прозвище Сонный Джо. На сайте уважаемого издания Forbes даже выходила статья с говорящим названием «Есть ли у Байдена деменция? А важно ли это?» За авторством Элизабет Бауэр. Впоследствии публикация была удалена. Из недавних перлов можно вспомнить тот неловкий момент, когда президент США в публичном выступлении забыл, как называется Министерство обороны страны, Пентагон, и как зовут его главу, Ллойд Остин. «Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой-мой парень вон там, который там управляет этим подразделением». А еще он забылся настолько, что назвал своего вице-президента Камалу Харрис президентом Харрис. В общем, от этого человека, стоящего во главе самой могущественной державы мира, можно ожидать чего угодно. Кроме одного. Насчет Путина убийцы было сказано не в публичном выступлении, а в интервью журналисту. Потому у администрации президента была возможность отредактировать конечный продукт во избежание дипломатического скандала. Но этого не было сделано, что наводит на мысль о преднамеренности такого вброса. Игра слов. Если это было сделано специально, то с какой целью? Давайте обратимся к первоисточнику. So you know, Владимир Патин. You think he is a killer. MMM him, I do. Дело в том, что в английском языке слово убийца имеет не одно значение. Меорда – это тот, кто убил другого человека. Киллер на сленге может быть и просто жестокий, склонный к насилию человек. Это слово употребляется даже в отношении болезней или вирусов, и так далее. Сонный Джо высказался в отношении российского коллеги весьма двусмысленно. Специалисты по Америке считают, что это было адресовано не столько вовне, сколько в отношении внутренней аудитории. Однако, будь это так, ничто не помешало бы Белому дому объясниться и извиниться перед главой иностранного государства, чтобы сгладить углы. Этого не было сделано. Черная метка Путину. Не секрет, что у руководства Демократической партии США сложились не самые дружественные отношения с российским президентом. Нелады были у Путина и с Бараком Обамой, и с кандидатом на пост президента Хилари Клинтон. Во время четырехлетнего периода правления республиканца Дональда Трампа, Вашингтон предпочитал заниматься в основном приоритетным для себя китайским направлением, взаимодействуя с Москвой по остаточному принципу. Но вот к власти в Белом доме вновь пришли демократы, набившие руку на организации цветных революций по всему миру. И что мы видим, Владимира Путина руками оппозиционера Алексея Навального выкатили расследование про его дворец в Геленджике. Эта история самой большой взятки наделала немало шуму, однако не привела к желаемому заказчиками результату. Ни дворцового переворота, ни революции достоинства в России от этих откровений не случилось. Недвижимость в Геленджике, оказавшуюся апарт-отелем, записал в свои активы ближайший друг президента, бизнесмен Аркадий Ротенберг. И все, на этом история закончилась. Последней попыткой раскачать ситуацию было помпезное возвращение Алексея Навального из Германии в Россию. Но на броневик или танк ему никто забраться не позволил, и оппозиционер сел на несколько лет за предыдущие деяния. Антикоррупционная деятельность ФБХ на этом ожидаемо засбоила. Что дальше? А дальше всем уже должно было стать понятно, что никакими рассказами про дворцы народ взяться за топоры и вилы, чтобы насильственным путем сменить власть не получится. Россия действительно не Украина, у нас нет майданной традиции. Все, что остается зарубежным недоброжелателем, это продолжать активно настраивать против Кремля отечественных олигархов, людей, имеющих огромный финансовый ресурс и личные связи, как на Западе, так и в правоохранительных органах. В этом контексте посыл с убийцей становится более понятным. Вы что, поддерживаете убийцу? Примерно так спросят наших миллиардеров, которые давно перевезли за границу свои семьи и перевели туда активы. По сути дела, сонный Джон оправил российскому президенту черную метку, и теперь американцы будут внимательно смотреть, кто из олигархов в каком лагере предпочтет оказаться. Более того, вполне вероятны дальнейшие прямые провокации против главы Кремля. Не ровен час, как ЦРУ заявит об обнаружении многомиллиардных счетов Путина в немецких или швейцарских банках, десятков тонн золота в их подземных хранилищах, а также сотен объектов недвижимости по всему миру.